Проектор, который за свою столь небольшую стоимость может похвастаться отличной детализацией картинки, приятной цветопередачей, пиковой яркостью в 6000 люменов, во всяком случае они так заявляют, операционной системой Android, поддержкой Wi-Fi 5 серии, электронной настройкой фокуса и 4D коррекцией Keystone, хорошим комплектом поставки, качественной сборкой, максимальной проекцией в 150 дюймов, контрастностью 10000 к 1, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе. К проектору под названием «Взятка Smart Project A20». Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется данный проектор в черной коробке. На коробке есть название, изображение модели, а также краткие характеристики. Пакинг хороший, все упаковано надежно. Проектор пришел целым, в комплекте мы имеем сам проектор, треногу неплохого качества, кабель питания, салфетку, пульт дистанционного управления, не Bluetooth, HDMI кабель, аналоговый кабель и краткое руководство. Пульт легкий, выполнен из матового пластика, батареек в комплекте не было. Сразу отмечу, что на линзе есть защитная крышка, что удобно, а также на дне можно снять решетку, за которой находится кулер. Вес проектора 1 килограмм 835 граммов, габариты 206 на 133 на 193 миллиметра. Также вместе с проектором я заказал дополнительный пульт ДУ с USB адаптером, на котором с одной стороны стандартные кнопки управления, с другой есть клавиатура. Заряжается он от кабеля microUSB, что удобно, но минус за то, что нет кнопок для настройки фокуса. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, я еще разыгрываю Xiaomi 13 глобальной версии, поэтому смотрим канал и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там уже 88 тысяч человек, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где я публикую результаты тестов до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к проектору. Поставляется А20 только в белой расцветке. Внешний проектор выглядит неплохо, корпус выполнен из прочного матового пластика с серой прорезиненной вставкой с софт-тач покрытием, а на первый взгляд кажется, что это ткань. Сборка хорошая, как и качество материалов. Проектор не маленький, но к примеру положить его в рюкзак возможность есть, не настолько он габаритный и тяжелый. На корпусе расположили разъем для питания, два USB порта, AUX для выхода звука, AV разъем и HDMI разъем. Также есть отверстие для системы охлаждения и кнопка для включения-выключения проектора. Никаких других кнопок управления на проекторе нет. Для крепления на треногу, штатив к потолку и тому подобное есть 4 отверстия на нижней части проектора. Если не использовать дополнительное устройство для установки, то проектор будет стоять на 4 антискользящих ножках. Но вот выдвижного регулятора наклона нет, так что лучше использовать треногу, которая уже идет в комплекте. Далее, есть встроенные два динамика с суммарной мощностью в 10 ватт. Звучание неплохое, но оно не стерео, а моно. Я советую сразу подсоединить внешнее устройство аудио или использовать блютуз колонку. Ко всему, если использовать встроенный динамик, то на минимальной громкости посмотреть тот же фильм или ролик на ютюбе не получится из-за шума охлаждения. Но сказать, что проектор очень шумный я не могу. Настроить звучание вручную можно, ну или воспользоваться готовыми предустановками. Также есть функция, при которой А20 может использоваться как колонка, кому-то возможно и пригодится. Далее, несмотря на то, что я заказал дополнительный еще и пульт ДУ с клавиатурой, я пользовался только стоковым пультом, так как с него удобнее настраивать фокус и режим мышки. Конечно, он стандартный, подобные пульты много каким устройством запихивают в комплект, но его более чем достаточно. Отмечу, что встроенного микрофона здесь нет. Оперативной памяти всего 1 гигабайт. Встроенной памяти 32 гигабайта, все по минималкам, но, к моему удивлению, проектор довольно шустро работает и не зависает. Разрешение здесь Full HD 1920 на 1080, контрастность 10000 к 1, что неплохо. Пиковая яркость, по заявлению производителя, 5-6 тысяч люменов. Мне яркости достаточно, но, как по мне, 5000 люменов там, разумеется, нет. Срок службы лампы до 50 тысяч часов, по заявлению производителя, по факту, около 25 тысяч часов. Дольше у народа она не живет. Максимальный размер 150 дюймов, на расстоянии 2 метров мы получаем 65 дюймов, на расстоянии 3 метров 100 дюймов и до 4 метров будет 150. Я рекомендую использовать проектор на расстоянии максимум 2 метров от проекции для получения нормальной картинки. Есть 4D цифровая коррекция K-Stone и электронная фокусировка. И, как по мне, это очень удобно, так как можно без проблем настроить проекцию. A20 поддерживает Wi-Fi 5-й серии, что круто, Bluetooth версии 4.2, что слегка расстраивает, можно было бы пару долларов добавить и добавить 5.0. Поддерживаемых форматов в стоке по видео достаточно, но если какой-то файл не воспроизводится или звука нет, то можно воспользоваться, к примеру, плеером VLC. Он практически все ест. Летим дальше. Интерфейс на базе Android 9-й версии. Как по мне, интерфейс достаточно удобный, но есть много лишнего софта. Русский язык на борту на перевод в некоторых случаях хромает. Плюс данные проекционной системы в том, что есть встроенный Google Play. Установить можно что угодно, к примеру, из онлайн кинотеатров Ivi, Kion, Wink и тому подобное. Любые выбирайте. Конечно, через USB флешку также можно установить приложение File Manager на борту. В стоке установлен YouTube, различные вспомогательные приложения Miracast и IOScast для трансляции картинки с другого устройства. К примеру, со смартфона. Конечно, для игр я бы не использовал его, так как это неудобно и есть задержка картинки с лагами. Но, к примеру, для презентации или чего-то подобного можно использовать свободно. Отмечу, что есть поисковая строка, которая расположена первая по счету из основных вкладок. Ко всему есть подборки фильмов, сериалов. Одним словом, контента под ваше предпочтение, разумеется, достаточно, если установлены российские онлайн кинотеатры. В настройках можно воспользоваться стандартными настройками проекции, но настроить изображение можно только при запущенном видео или фильме. Что неудобно с одной стороны, а с другой хорошо, что настройка изображения вообще есть. Стандартные настройки проектора на борту. К примеру, можно выбрать часовой пояс, выбрать язык интерфейса, подключить блютус-устройство, выбрать источник изображения, настроить запланированное выключение и обновить прошивку как онлайн, так и оффлайн. Перейдем же к самому интересному. Картинка яркая, контрастная и сочная, но большого запаса яркости нет. Цветопередача, учитывая стоимость, как по мне, отличные цвета отображаются приятно естественно. При включенном свете не советую использовать проектор, как в дневное время суток с открытыми шторами, он бесполезен использовать только в полной темноте. Темные участки не просто черные пятна или серая область без текстуры, что очень хорошо, так как при просмотре фильмов, у которых преобладают темные сцены, нет шанса упустить какую-либо деталь. Оттенки черного отображаются хорошо, детализация на отличном уровне, на расстоянии 3 метров от проекции, даже углы в фокусе. Конечно, есть небольшой блер, но практически он не заметен. Использовать проектор для игр, к примеру, для подключения к нему Sony Playstation или любой другой приставки можно, но я опять же не советовал бы использовать какие-то бродилки, шутеры, по мне, будет все тормозить максимум стратегии. Минусы, слегка некорректный перевод, нельзя сразу через меню настроить изображение, только уже в плеере в стоке есть различные ненужные приложения, которые я не смог удалить слабое железо, нет кнопок управления на самом проекторе, в случае если пульт выйдет из строя, нужно будет однозначно покупать такой же. Ну или химичить с программами на телефоне, что тоже не особо хорошо, это все равно какие-то проблемы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел, огромное спасибо за просмотр, кто оставит комментарий больше пяти слов, спасибо два раза, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую. Проектор взятка Smart Project A20, учитывая стоимость, очень даже хороший. Я пользовался данным проектором около пяти месяцев, негативных эмоций нет. Проектор советовать могу, я лично подкинул к нему внешнее аудиоустройство, так как звук меня не впечатлил, а также первое время не смог свыкнуться с тем, что нельзя настроить изображение, не включая видео. Ну а потом свыкся. Еще раз огромное спасибо за просмотр, девайсу однозначно да, добра и удачи вам, дорогие друзья.